Всем привет! Бывают не очень удачные дни, когда осознаешь, что лучше остаться дома и не выходить на улицу. А еще жестче, если ты по случайности оказываешься в центре спасательной операции по извлечению твоей головы или даже руки, которая каким-то нелепым образом застряла в туалете. А сколько еще файлов и мест, в которых мы можем оказаться. И все, что не делается, все к лучшему. Но это не точно. А спонсор данного видео – наш инстаграм. Крутой фотошоп с юмором, как все любят. Обязательно подпишись. А также новости канала по ссылке в описании и ниже в комментариях. Дорожный конус В 2013 году в городе Хэммлхэпстед в Англии один мужчина ради шутки решил надеть себе на голову дорожный конус. Также известный как ограждающая тумба. К его ужасу большой пластиковый конус наделся ему на плечи и там застрял. Очевидец этого происшествия заснял все это на свой мобильный телефон. Как он потом рассказал журналистам, такое нечасто увидишь в городе. Мужчина более двух часов находился в таком виде, пока кто-то не удосужился вызвать полицию. Игровой автомат с игрушками Игровой автомат с игрушками является раем в представлении любого ребенка. И все они пытаются любыми способами туда попасть. Трехлетний Джейми Мерфи из города Нина в Ирландии решил пробраться туда через небольшое отверстие, из которого достают игрушки. Но забравшись вовнутрь, обратно вылезти он уже не смог. Мальчик находился внутри автомата около 10 минут, пока один пожарный не убедил его вылезти оттуда тем же путем. Ты че ебанутый? Что ты там делаешь? Отец Джейми, Дэмьен, не очень удивился о шалости своего сына и сказал, что этот непослушный сообразительный мальчик всегда выходит за пределы дозволенного. Туалет В 2015 году норвежец Ката Берстен Ларсон столкнулся с серьезной проблемой. Он обронил мобильник своего друга в бак общественного туалета. И когда он полез за ним, чтобы достать его, так получилось, что он сам там застрял. К тому же, к его несчастью, в баке, который не был подключен к канализации и опорожнялся только от случая к случаю, было полно фекалий. Кроме того, в дополнение к воне, от которой Ларсона стошнило, его укусило там неизвестное существо. Он оставался там до приезда представителей соответствующих организаций. По словам Ларсона, это было самое отвратительное происшествие в его жизни. Пиши в комментарии, что именно укусило Ларсона. Гигантская каменная вагина Туристам и жителям немецкого Тюбингена хорошо известна гигантская каменная вагина, созданная перуанским скульптором Фернандо Дел Делла Хара. В 2001 году эта внушительная скульптура была установлена рядом с Институтом микробиологии и вирусологии при Тюбингенском университете туристам и жителям немецкого Тюбингена. С тех пор она привлекает множество туристов. А в 2014 году в щеле этого 32-тонного памятника застрял один американский студент. Который решил устроить себе там фотосессию. Для его спасения потребовались усилия 22 спасателей, которых издание Гардиан в шутку назвало акушерами. Цементный бункер Другой случай произошел со строителем в цементном бункере на месте недавних строительных работ в городе Аррора, штат Эллинойс, США. Он залез в бункер, чтобы его почистить, но оставшийся на дне цемент затвердел вокруг его ног. Спасателям потребовалось больше двух часов, чтобы излечь его оттуда. Как сообщили в местной спасательной службе, этого человека с небольшими травмами доставили в ближайшую больницу, но в тот же день отпустили домой. Дымоход В этом случае можно было бы подшутить о Санта-Клаусе. Но когда вы на 4 часа застреваете в дымоходе своего дома, это вряд ли можно считать поводом для смеха. В конце 2016 года один человек из Тусона, штат Аризона, США, забыл ключи от дома и решил взять их, пойдя в свое жилище через дымоход. Хотя это изначально была плохая идея, ему почти удалось это сделать. Его ноги уже были в камине, когда он вдруг застрял. Детские качели Если ваши друзья будут насмор предлагать вам влезть в детские качели, знайте, что из этого ничего хорошего не выйдет. Один американец из штата Калифорния, США, уже пробовал это сделать в 2011 году. Хотя он умудрился влезть на сиденье с помощью жидкого стирального порошка, он не смог оттуда вылезти. Когда у него начали распухать ноги, друзья бросили его на всю ночь. Спасли американца. Только через 9 часов, когда смотритель парка услышал его крики о помощи в 6 утра. По сообщению издания Сан-Франциско Хроников, мужчина получил не угрожающие жизни травмы. На этом все. Надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки и делитесь этим видео со своими друзьями. А также пишите в комментарии, где вы застревали. Наш инстаграм крутой фотошоп с юмором, как все любят. Обязательно подпишись. А также новости канала по ссылке в описании и ниже в комментариях. Зацени скорее.